Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Это моя первая остановка. И что мы тут? Видим разбитое сердце. Ребята, какой кошмар! Вот эта мебель, она практически новая. Я не вижу здесь ни одной, ни царапинки. Ну не знаю, вот купили и выставили на улицу. И смотрите, и вот это вот всё сейчас заливает дождём. Ну это вообще, это просто катастрофа. Это натуральная катастрофа. Знаете, если бы они были, не намокли, я серьёзно говорю, я бы их забрала себе. Ну а в таком состоянии, конечно, так, если там вошла влага, то это уже всё, аллилуйя. Твою ж дивизию! Вот так. Смотрите, новый набор. Как его поставили, тут тарелки выехали. Где он сделан? Сделан в Китае, но очень симпатичный. И такое, и такое, и такое. Такое-сякое, немазанное, сухое. Вот такого я не видела, в принципе, ещё ни разу. Здесь вынесли винтажные игрушки, книжки, набор машинок. Ну набор машинок, конечно, он поедет со мной. Старые книжки, комиксы. Вы знаете, что комиксы могут стоить огромные деньги, только надо знать, какие. Это вот за 75-й год. Детские книжки, о чём мы только могли мечтать. Вообще, конечно, такие вещи, я не знаю, должны, по идее, передаваться по наследству. Внуков потом своих учить. Вот. По этим же книжкам. Учите играть, батюшки мои. Чего тут только нет. Монополя такая, такая, и такая, и сякая. Это что? Это сделано в Гонконге. Ой, какой. О, не смешной. О, ребята, чё, что я вижу? Батюшки мои. Батюшки мои. Ребята, вот это батюшки мои, знаете. Вот. Матрёшки. А я не знаю, почему в Австралии их называют бабушками. Ну тогда уже бабушки звали бабушки. Бабушки на трёшке. Вот такие чудеса здесь, ребят. Смотрите. Игра. А она ещё новая. Неразобранная. Но винтажная. С какого ж она года, интересно. Эта игра может... Она может быть и 50 лет старая уже. Вот такое. Смотрите, две коробки огромные, вот с такими чудесами. О, ещё. А ещё здесь и рулетка. Гусарская рулетка. А где шарик? А вон шарик. Так. Ну, ребят, на чё поставим? Давайте поставим на... Пускай будет 10 красное. Ну... И... Я не умею в неё играть. Давай, вставай. Куда ты там встала? Ну... 30 красное. Ну, была очень-очень близко. Ну что, рулетка, поехали со мной? Кто не знает, что у меня есть второй канал, канал называется Элла Австралия Ти Ви. Всем добро пожаловать! Дорогие мои зрители, а сейчас у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, проверьте свои подписки, потому что они очень у многих пропали. А также проверьте колокольчики, они тоже пропали. Поставьте на звоночек, и тогда вы будете получать сообщение, когда у меня выходят новые видео. А так, не то, что подписки пропали, и колокольчики, и пропал всё к чёртовой бабушке. Ребята, вот здесь один человек выставил, видите? Вот, это всё в рабочем состоянии. Здесь кресло, здесь подушка. Вот эту подушку я возьму с собой. И эта картина, но это я не знаю, что это с ней сделали, абстрактная. И вот эти три небольших картины от австралийского художника. Я сейчас разговаривала с хозяином, и, возможно, он мне сейчас даст интервью для вас. Так, тут кошариковая переноска. А здесь коробка с посудой. Вот такой дымчатый цвет. Ну, я это разматывать не буду. Вот они здесь такие и такие. Я смотрю, что одинаковые все. Пусть кто-нибудь возьмёт. Очень аккуратно замотали. Ну, и здесь тоже ещё. Вы знаете, просто в прекрасном состоянии. Вот. Тележка. Наверное, тоже кто-нибудь возьмёт. Потому что пойдёшь покупать, по-любому 100 долларов заплати. Ребят, так я и что забыла про интервью. Ой, вообще комедия. Вы знаете, только я достала телефон, тут позвонил телефон, и готово. Интервью накрылось медным тазом. Мужик там 15 минут болтал, а рукой показывал, что ещё разговаривает. Очень важный разговор был так. Так я и уехала, не стала ждать. Ну, ничего страшного. В следующий раз. Ну, вот, остановила машину, потому что что-то там блестит. Фотоаппарат. Инстаматик 233. А это что такое? Ой, сломали. Это было что-то красивое. было. Возможно, какие-то часы. Ну, ребята, здесь очень хорошее кресло. Вообще, в идеальном состоянии, как новое. просто как новое. Симпатичный стол в детскую. А здесь кровать. Весы. Весла. Весла. Что ж такое происходит? Аперитив. 11 процентов, ребята. Это вообще ничего не понятно. Зачем они его туда выставили? А, вот, смотрите. Видите машина? Это вот металлисты, которые собирают и выдергивают все провода. Вот. Там дяденька уже понакидал. Они собирают только металл. Разницы нету. Ребята, я нашла тогда итальянскую лампу. Это вообще произведение искусства. Многие видели это видео за секунду. Если бы такой человек подошел, он бы разбил ее в дребезги. Для них разницы нет. Они увидели кусок провода и начинают его отрезать. Пускай там вещь будет сколько бы она не стоила. Я вообще я в шоке. Я просто в шоке. А, ну вон он там. Вон он там на той стороне. Я его снимать не буду. У него этот, как называется, дрель электрическая. Все там раскручивает, подкручивает. Ну что, а мы поедем дальше. Вот еще вторая машина. Тоже металл собирает. Это, конечно, очень тяжелая работа, ребята. И я таких людей приветствую. Единственное, что я не приветствую, это когда у новых вещей, которые могут еще годами послужить людям, они отдирают с мясом провода. Вот и все. Как-то так. Расшумелись, какаду. Расшумелись, разлетались. Ну вот здесь кто-то видите, коллекцию выставил какую красивую. Леопёр, леопёрдовая коллекция. Бишкек. Бишкек. Так, Бишкек, а Алматы нету. Астана есть. Астана уже не Астана. Интересно, работает. Работает или не работает? А к ней, наверное, должны какие-то провода быть или нет? Чарджа. Нету чарджа. Но нет и сюда нет. А здесь поставили цветочки. Написали цветочки бесплатно. Назад в прошлое. Санью. Санью. Мячик. Ой, бай. Ой, бай, дорогие мои. Здравствуй. это Новый Год называется. Это что за чудеса на улицах Австралии, а? Ну, она что-то должна, наверное, песни петь или что-то делать. Молчит, как партизан. Электроник кибот. Детская кроватка. Слушайте, ну, новая. Смотрите. Вот. только как-то они ее перевернули кверт тормашками. Опять посуда. Вон там сколько водички, сколько дождика накапало на нее. И тут посуда. Целый ящик. Богеми. богемского стекла нету. Ну-ка, что-то тут все выкинули, раскидали. Ну-ка, это что такое? Ага, ага, ребята. А вы знаете, что вот это вот дорогие... Так, вот эти стаканчики я возьму с собой. Вот это перрония. это коллекционные. Вот какая красота. Как бы вам показать на свет. И они очень дорогие. Ну что, поехали со мной? Целая коробка. Только коробка побывала под дождем. Ребята, ну вот, не могла не остановиться. Мужик, мужичок, мужичок с гармошкой приехал на таком чуде. Я серьезно говорю, такого не видела. нет, ну, видела, когда мы были в Лас-Вегасе. Там чего только нет, ребят, но это завал. Это полный завал. Называется бум. Спросила человека, стоит 65 тысяч долларов. Ребята, ну, это что-то с чем-то. А, вы знаете, что по-македонски говорят? Македонец. Мустанг Адвенча. Мама моя дорогая. А как же на нем, как же на нем ездить? Завал. Красота. Слушайте, он его начистил, на нем нигде нету отпечатка пальца. Вот так. тут еще мокрая. О, что-то интересное. Смотрите. Ну-ка. Ой, какая красота. Ребята, они двигаются? Слушайте, мокрая. А я ее возьму и на солнышко положу. Красота. Диван. диван. Что еще здесь? И кресло. Ну, вы знаете, оно его немножко только вот подшаманить. И будет и будет, вы знаете, что, как игрушка. Потому что сам материал, ему сноса нет. А это что такое, смотрю? Тут буквально, как по-английски говорят, touch up. красота. Ай, ребята, летают. чёрт. Чёрт летают. Вот так. Слушайте, ну сколько я домиков уже видела. Вот тоже еще. Почти что с меня ростом. сяду сяду и буду играть. Спрашивают, почему ты игрушки снимаешь? Наверное, в детстве не наигралась. Да, ребят, не наигралась. Хорошая народная пословица, что стар, что млад. Ребята, год назад, полтора года назад снимала видео, когда люди старые, они неизвестно, что делают. Вообще, у меня такая грустная история. У подружки была бабушка. Бабушка съела свой памперс. Так что, ребята, неизвестно, что кого в старости ждёт. Вот так. Кто-то скажет, не может быть. Очень даже может быть. Бабушку едва спасли. В больницу попала. Ну что, в этом мешочке была вот такая блузка. Вот. Новая. Я не знаю, какой-то, какой национальности блузка. какая-то традициональная. Но на мешочке пишут Джакарта. Джакарта. Это значит Индонезия. Возможно, это индонезийская. А здесь это вообще просто чудо. Ну, не знаю, тоже посмотрела я. Не пишет, где это сделано. Но идея, девчонки, смотрите, какая прекрасная идея. Вот. И как это будет выглядеть? Интересно. Конечно, вот это вот это мне будет маленькая. Ребят, ну что, пошла я из сумки. Прямо при вас буду вытряхать. Давай. Раз, два. Но только ты потихоньку, может, там что-то разобьется. Куда ты там? Никита уже до потолка сумку поднял. Ай! Смотрим, смотрим добро, ребята. Тонго. Это что? Это ничего. Это что? Браслет. Браслет ручной работы. Здесь, наверное, какой-то был парфюм. Это зеркало. Вы знаете, оно немножко подмокло, вот как дождик. Шов. Ну вот, попробую поставить на треногу. Микита какую-то ручку уже отсюда упер. Упер, ребята. Ну вот, а я буду перебирать. Так, вот это, я знаю, это в Эмиратах выдают в бизнес-классе. это винтажные винтажные серьги. А вот это вот, слушайте, прямо ее надо поставить, сушиться намокло. еще такая же. Так, слушайте, а вот это, вот это я сейчас проверю, я возьму магнит и посмотрю, магнитит это или нет. Ребят, доставая поисковый магнит на 200 килограмм, ну, сейчас будем смотреть. И раз, два, ага, магнитит. Хотя, очень-очень слабо, но магнитит. Я все-таки думала, что может, это серебро. Так, что нет, не серебро. Браслет. И тут непонятно, что такое. Так, еще одна. Еще один браслет. Ну-ка. И этот чуть-чуть магнитит. Так, что тоже не серебро. Ребят, знаете, что я вот это сейчас перекопаю, разложу аккуратненько. Ой, вот это вот. Потому что при вас вот такое разматывать я не буду. Вот это что-то, вот это от воды все распалось. А, ну, вот еще тут что-то. Что это такое? я не знаю, что-то такое. Находка. Ребята, находка. Видите, что? Видите, что делится? Вот такая красота. А если бы это был бриллиант, мама моя дорогая? Та-ра-та-та. Ребята, ну, что вам хочу сказать. Вот это все дешевое, дешевая бижутерия. Вот. браслет. А вот это Dicain Y браслет. Вот. А этих, я не знаю, может быть, у них есть где-то штампе, где они сделаны. Вот это, думала, серебряная, но на магнит прямо улетела. Хотя по цвету вот просто серебро. И вот такие бусы. Бусы под бирюзу. Но я глубоко сомневаюсь, что это бирюза. И здесь вот такой очень необычный камень. И еще часы. Часы сейка. Ну, похоже, что они настоящие. Вот очень красивое кольцо. Ну, очень, настолько оно роскошное. И, конечно, очень жалко, что, видите, где она, мизинец у меня большое. В общем, ни туда, ни сюда. Ну, конечно, необычная красота. Вот это очень красивое. И вот это. Сын сказал, мама, если бы сделано было, как, знаете, как глаз, то, говорит, я бы, говорит, такое сам носил. Ну, потому что, вполне, знаете, такое бы подошло на мужскую руку, потому что они очень крупные. Случайно обнаружила, когда я записывала видео, где нашла сумку, она записалась не всё. Это какая-то проблема с моим телефоном, а ему ещё нету года. Дорогие мои зрители, ну, что вам сказать, ни золота, ни серебра нет. Это как пошёл на рыбалку. то густо, то пусто. А теперь я хочу вам рассказать интересную историю, которую, возможно, вы не знаете об этой красавице. Вы знаете, что её рост у Одри был метр семьдесят, а вес всю жизнь держался сорок восемь килограмм. Мама ещё в детстве ей сказала, что да, мы не должны весить больше сорока восьми килограмм, и она всю жизнь держалась этому правилу, ребята. Вот так бы нам, что я хочу вам сказать. Если вам понравилось это видео, дорогие мои зрители, не забудьте поставить лайк не мне, а этой красавице, которую я спасла от мясорубки. Всего доброго, а с вами была Элла Австралия. Пока, мои дорогие. австралия.